Благодарим за то, что вы выбрали автомобильный видеорегистратор RoadGit Mini 3. Компактное устройство для фиксации дорожной обстановки в Full HD качестве. Внешний GPS-модуль предназначен для оповещения о стационарных комплексах контроля скорости и видеофиксации нарушений ПДД. Поставляется только в комплектации 2. В этом видео мы подробно расскажем, как настроить и использовать RoadGit Mini 3. Приятного просмотра! Автомобильный видеорегистратор RoadGit Mini 3. Магнитное крепление наклейкой ленте с запасным стикером 3M. Удобно монтировать или демонтировать, например, если вы не привыкли оставлять видеорегистратор в авто на ночь. Еще оно вращается на 360 градусов, что удобно, если нужно быстро развернуть камеру в салон. Автомобильное зарядное устройство с портом USB. Очень удобно, ведь у вас появляется дополнительный USB-разъем для зарядки гаджетов. USB-карт-ридер. Используется для подключения карты памяти видеорегистратора к ПК или ноутбуку, чтобы управлять видеозаписями. Также понадобится, чтобы обновить прошивку устройства. Салфетка для очистки экрана или линзы объектива. GPS-модуль плюс кабель и переходник для подключения к устройству. Доступно только в комплектации 2. GPS-модуль предназначен для оповещения о стационарных комплексах контроля скорости и видеофиксации нарушений ПДД. Руководство пользователя. Важно! Перед монтажом температура внутри салона автомобиля должна быть выше нуля. Рекомендуемая температура лобового стекла с внутренней стороны должна быть больше плюс 10 градусов. Это требуется для достижения лучшего сцепления держателя устройства со стеклом автомобиля. Ставьте карту памяти в соответствующий слот устройства до щелчка. Ставьте кабель питания в разъем microUSB в кронштейне, а адаптер питания в прикуриватель. Для установки устройства в кронштейн крепления держите кронштейн левой рукой, а устройство правой. Соедините их между собой вот так. Устройство должно включиться. Выберите место для монтажа, желательно ближе к центру. Убедитесь в правильности выбора места с учетом следующих факторов. На дисплее будут отображаться оповещения о камерах. Нет препятствий для подключения питания к разъему на креплении. Устройство не загораживает обзор водителя. Смотрите на экран устройства, чтобы в кадр попала необходимая обстановка. Например, расстояние между стойками лобового стекла и часть капота автомобиля. Также отрегулируйте угол наклона. Обязательно протрите место монтажа. Если есть возможность, то рекомендуется обезжирить место монтажа доступным и подходящим средством для этих целей. Снимите защитную пленку с монтажной части кронштейна крепления и прикрепите устройство в выбранное место. Прижмите на 10 секунд монтажную площадку к лобовому стеклу рукой. Поздравляем! Монтаж завершен. Если у вас комплектация с GPS-модулем, то мы сейчас продемонстрируем, как смонтировать и подключить GPS-модуль к устройству. Извлеките адаптер питания из гнезда прикуривателя. Выберите подходящее место для монтажа GPS-модуля. Рекомендуем использовать удобное место на лобовом стекле. Пожалуйста, убедитесь в правильности выбора места с учетом следующих факторов. Нет препятствий для подключения питания к разъему накрепления. Устройство не загораживает обзор водителя. Обязательно протрите место монтажа. Если есть возможность, то рекомендуется обезжирить место монтажа доступным и подходящим для этих целей средством. Теперь необходимо подключить GPS-модуль к устройству. Для этого возьмите переходник и подключите его к питанию, а потом ставьте в GPS-модуль. Далее соедините GPS-модуль и устройство при помощи провода, который поставляется в комплекте. Снимите защитную пленку с монтажной части держателя GPS-модуля и прикрепите модуль в выбранное место. Прижмите на 10 секунд монтажную площадку к лобовому стеклу рукой. Ставьте адаптер питания в гнездо прикуривателя. Устройство должно включиться. Кнопка «Ок». Короткое нажатие «Подтверждение выбора». Длительное нажатие «Включение или отключение питания». Клавиши вверх. Длинное нажатие в режиме записи «Включает или отключает запись звука». Кнопка «Меню». Короткое нажатие «Выбор режима работы». Длительное нажатие «Вход в меню». Кнопка «Вниз». Длительное нажатие в режиме записи «Включает или отключает Wi-Fi». Резет. Кнопка «Сброса». Управление устройством «Включение-выключение». Нажмите и удерживайте кнопку питания около 2-3 секунд, чтобы включить или выключить устройство. Если вставлена карта памяти, то после включения устройства запись начнется автоматически. Старт-стоп записи. В режиме ожидания короткое нажатие на кнопку «Ок» и старт записи. Для остановки записи нажмите «Ок» еще раз. Фоторежим. Нажмите кнопку «М» для выбора соответствующего режима. Используйте кнопку «Ок», чтобы сделать снимок. Воспроизведение. Нажмите несколько раз на кнопку «М» для выбора соответствующего режима. Пользуйтесь клавишами «Вверх» и «Вниз» для выбора видео. Используйте кнопку «Ок», чтобы воспроизвести видео. Для того, чтобы открыть меню настроек, остановите запись, нажав кнопку «Ок». Далее удерживайте клавишу «М» для входа в меню. Разрешение. Разрешение видеозаписи. Цикл записи. Длительность видеофайлов в минутах. Рекомендуется 3 минуты. ВДР. Широкий динамический диапазон. Данная функция помогает справиться с ярким солнцем, которое мешает обзору, а также и с тенью, скрывающей важные элементы дороги. Экспозиция. Количество попадающего света на матрицу. Меняя значение, можно добиться лучшего качества записи в индивидуальных условиях. Датчик движения. При активации опции запись будет включаться только при обнаружении движения в кадре, через некоторое время автоматически останавливаться. Микрофон. Включение или отключение записи звука. Штамп. Дата-время. Нанесение даты и текущего времени на видеозаписи. Датчик удара. Настройте уровень чувствительности датчика, защищающего от перезаписи видео в случае столкновения. Режим парковки. При активации данного режима в настройках, видеорегистратор будет начинать видеозапись автоматически при обнаружении удара. Например, если автомобиль заденут на стоянке или мяч ударит по стеклу, видеорегистратор включится и запишет до 30 секунд видео. А после самостоятельно отключится. Емкости встроенного аккумулятора недостаточно для длительной работы функции парковки. Для постоянной работы режима парковки устройство должно быть обеспечено питанием в те моменты, когда уровень заряда встроенного аккумулятора близок к низкой отметке. Статус спутников. Информация о сигнале GPS. Скорость. Отображение скорости на экране. Направление. Отображение направления движения на экране. Визуальные уведомления. Визуальные уведомления о камерах контроля. Звуковые оповещения отключаются однократным нажатием на кнопку на GPS-модуле. Отключение звука. Функции GPS. Статус спутников, скорость, направление, визуальные уведомления. Работают только в комплектации 2 и при достаточном уровне GPS-сигнала спутников. Модуль GPS должен быть подключен. В комплектации 1 эти функции могут отображаться в меню, но их работа не поддерживается. Wi-Fi. Активация Wi-Fi для работы с приложением. Отключение экрана. Отключение дисплея через заданное время. Частота сети. Частота сети в регионе пользователя для России используется 50 Гц. Язык. Выбор языка интерфейса. Дата-время. Установка текущего времени и даты. Форматирование. Удаление всех данных с карты памяти. Сброс настроек на значение по умолчанию. Версия. Версия программного обеспечения. Настройки фоторежима активируются только в режиме фото. Режим фото. Выберите временную задержку при фотографировании. Разрешение. Разрешение фото. Непрерывная съемка. Качество. Выбор качества фото. Чем выше качество, тем больше размер файла. Резкость. Выбор резкости. Баланс белого. Настройка, компенсирующая разницу цветовой температуры в окружающем свете. Цвет. Выбор фильтра для съемки. ISO. Выбор светочувствительности камеры к свету. Чем больше этот показатель, тем выше светочувствительность. Стабилизация. Стабилизация фото при съемке. Предварительный просмотр. Время просмотра только что сделанной фотографии. Штамп дата-время. Отображение даты и времени на фотографии. Wi-Fi и мобильное приложение. Удобная загрузка отснятых материалов на смартфон, планшет через мобильное приложение. Это наиболее востребованные функции, которые реализованы через Wi-Fi. Функция Wi-Fi не предназначена для потоковой трансляции видео в режиме реального времени. Сейчас мы покажем и расскажем, как загрузить на свой смартфон приложение RoatCam. Подключить к нему ваш мини-три, изменить настройки и загрузить контент. Заходим в Google Play или App Store. Прямые ссылки доступны на странице поддержки устройства на сайте roatgit.ru. Нажимаем «Установить». Ждем окончания установки. Открываем, запускаем приложение. Соглашаемся с условиями для корректной работы приложения, нажав кнопку «Agri». Предоставляем приложению все запрашиваемые разрешения. Это нужно для корректной работы приложения. Включаем Wi-Fi на мини-три, заходим в меню. Переключаемся на вторую вкладку. Выбираем Wi-Fi и нажимаем «Включить». Теперь необходимо подключиться к Wi-Fi сети мини-три. Для этого нажимаем соответствующую кнопку на экране смартфона в приложении. Вводим пароль от 1 до 8 и нажимаем «Подключить». Поздравляем! Вы успешно подключились к мини-три. Теперь вам доступна загрузка и просмотр видеоконтента, а также изменение некоторых настроек. Обновление ПО. Видеорегистратор RoadGit Mini 3 поддерживает возможность обновления программного обеспечения, которое постоянно совершенствуется инженерами компании RoadGit. Посетите официальный сайт roadgit.ru для получения информации о выходе обновлений для вашего устройства. Перед обновлениями убедитесь, что вы скачали прошивку именно для вашей модели. Сверьте все индексы названия модели. Это очень важно. Скачайте новую прошивку. Скопируйте все файлы в корневой каталог карты памяти. Вставьте карту в слот устройства. Подключите питание к видеорегистратору. При необходимости подтвердите намерение начать обновление. Не отключайте устройство от питания. После завершения обновления устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме. После обновления отформатируйте карту памяти. Обновление GPS-модуля – актуальная база камер. Обновление GPS-модуля. Обновления выгружаются раз в сутки. Рекомендуем обновлять базы камер не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками. Отключите провода от GPS-модуля. Извлеките GPS-модуль из держателя для процедуры обновления. Отключите провода. Посетите официальный сайт roadgit.ru для получения информации о выходе обновлений для вашего устройства. Перед обновлением убедитесь, что вы скачали обновление базы камер именно для вашей модели. Сверите все индексы названия модели. Это очень важно. Загрузите и распакуйте архив на своем ПК. Подключите GPS-модуль к ПК. Запустите утилиту для обновления. DataUpdate.exe Нажмите кнопку Start и дождитесь завершения обновления. После сообщения об успешном обновлении закройте утилиту. Поздравляем! Вы успешно обновили базу данных камер. Теперь можно подключить модуль к устройству. Типичные неисправности и способы их устранения. SD-карта заполнена. Проверьте класс карты. Он должен быть не менее 10-го. Если вы используете другой класс, например 4 или 6, то будет появляться сообщение SD-карта заполнена, потому что она несовместима. Обратите внимание! Максимальная поддержка карт объемом до 64 гигабайт. Проверьте настройки видеорегистратора. Включена ли у вас циклическая запись. Вы должны выбрать эту функцию, чтобы предыдущее видео можно было перезаписать. Проверьте настройки видеорегистратора. Включены ли у вас функции. Режим парковки. Датчик движения. При работе этих функций записываются файлы с защитой. Необходимо удалить их вручную или отформатировать карту памяти через настройки. Не включается. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания. При снижении уровня заряда встроенного аккумулятора ниже установленного предела видеорегистратор автоматически прекратит запись, сохранит ее и выключится. Дальнейшее включение возможно только после подачи питания. Убедитесь, что у вас не активирована настройка на отключение дисплея. При ее активации дисплей будет отключаться через заданный промежуток времени. Нажмите любую кнопку. Внимание! Если в автомобиле после выключения зажигания не прекращается подача тока на разъем прикуривателя, прибор следует выключать вручную. Включение прибора и начало видеозаписи происходит автоматически при подключении внешнего источника электрического питания. Если этого не происходит, убедитесь, что карта памяти вставлена и исправна. При необходимости замените карту памяти. Если устройство зависло и не отвечает на ваши команды, ставьте в отверстие для сброса тонкий предмет до небольшого щелчка, и система устройства перезагрузится. Замена предохранителя в адаптере питания. Открутите верхнюю часть вилки автомобильного зарядного устройства. Проверьте предохранитель, если он сгорел. Замените его. Если неисправность не удается решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию по телефону 8 800 500 94 57 или по имейлу сервис собакаруатгид.ру Спасибо за просмотр!